Добро пожаловать в исторический парк развлечений! Добрый день, Алексей! Здравствуйте! Я люблю приезжать в Анфлёр. Я не первый раз здесь. И даже в прошлом году, на 25-м юбилея на фестивале, Мэр вручил мне медаль, как почетный гражданин, что ли, Анфлёра. По-моему, это так? Привет! Вы знаете, есть такая русская поговорка «Сапожник без сапог». И ты часто можешь не увидеть те фильмы, которые выходят в Россию в связи со своей занятостью. А я работаю в театре. В театре я работаю в Ахтангово. В сентябре следующего года мы приедем в Париж с шестью спектаклями «Онегина». И потом следующий будет еще второй спектакль под названием «Маскарад» нашего режиссера Римаса Туменса. И в целом, вообще, кроме Анфлёра, у меня с Францией связано очень много каких-то чувств, радости. И вы, в общем, не секрет, знаете, что в 2008 году я снимался в фильме «Концерт», который имел очень большой успех не только у французского зрителя, но и во всем мире. И даже за этот фильм у меня есть «Давид Донателло» и «Итальянская премия». Андрей Семенович Филиппов был уборщик. Я запретил вам присутствовать на репетиках Оркест. Ты хочешь подменин с оркестр большого театра? Мы поедем на их Панева. Пестор приглашен на «Сезар», где фильм также получил две премии, но так как я актер Каменьян, я не был номинирован, но я знаю всю палайтность сообщества французского кинематографического, но я наслушался массу-массу каких-то добрых слов, и после этого этот фильм мне открыл какую-то такую, ну, не какую-то такую, а просто у меня стала часть жизни в моей участии в европейском кинематографе. Я также снимался у Фредерика Бекбедера, познакомился с этим удивительным человеком, с Приджакашем Анжеланом и его женой Валериме Ле в фильме «Полина», снятому по, в общем, известному комиксу французскому, который фактически есть, говорят, не в каждой семье, и у меня вон дома тоже лежит теперь надписанный этот комикс. — Скажите, пожалуйста, какое место занимает среди вот подобных фестивалей русского кино в других странах, например, фестиваль в Анфлёре? Мы знаем, что во Франции это, конечно, самое значительное. — Да нет, больше нигде нет фестиваля, извините, никого не хочу обидеть, такого как Анфлёр, потому что он устроен удивительным образом. Сюда приезжает французская публика, есть даже те, кто приезжает не первый раз, а каждый год. И это действительно, ты можешь понять, насколько твоя картина понимаема иностранным зрителям. Потому что это очень большая всегда сложность. Ну зачем же мне, например, русскому человеку смотреть, условно говоря, какое-то иранское кино? Я его могу посмотреть, только если оно сделано по законам общечеловеческим. То же самое ты понимаешь, насколько твое кино применительно только к реальным России на сегодняшний день, или все-таки оно говорит о каких-то человеческих чувствованиях, о природе человека, и понятно также и французскому зрителю, и итальянскому, условно говоря, и какому-то. Вот в этом уникальность этого фестиваля. А то, что постоянство признак мастерства, а этот фестиваль проводится при усилиях вот этих двух женщин, с кем я встречаюсь, наверное, их, конечно, участников и создателей очень большая команда, но во главе команды, безусловно, всегда с кем я сталкиваюсь. Это две женщины, это француженка, совсем француженка, Франсуаз Шнерп и француженка, чуть-чуть не француженка, с порченной кровью, Елена Дюфор, но у нее, оказывается, вторая фамилия, вы все знаете, Квасова. И вот, собственно говоря, благодаря усилиям я понимаю энергии вот этих двух удивительных женщин ежегодно приезжают сюда кинематографисты, молодые, опытные. Карен Георгиевич Шахназаров дает историю российского кино. Так что это действительно, я много по миру поездил, он единственный и уникальный. Например, отсюда началась жизнь фильма такого, как «Ля Трува и находка», и здесь появился дистрибьютор французский. Безусловно, это не некий такой ах-ах, прокат-прокат, но то, что год картина была в отдельных кинотеатрах во Франции, это достаточно большой показатель. Да, мы знаем, что, например, картина «Аритмия», которая в прошлом году взяла «Аритмия», да и много-много, да, много каких картин начинали свою судьбу в иностранном прокате именно «Аритмия». Хорошо. Расскажите, пожалуйста, в каком фильме вы сейчас снимаетесь? А в каком фильме я сейчас снимаюсь? Я сейчас снимаюсь в одной единственной картине под названием «Союз спасения». Так называли свой кружок декабристы, эти пять человек – Пестель, Муравьев, Апостол. И я, собственно говоря, играю того их начальника, который, если бы поддержал, то история России была бы совершенно иная, чем сейчас. Возможно. А возможно и нет. Тот человек, который говорила и спрашивал их о программе, он их защищал, он понимал всю эту ситуацию. Это, в общем, командир южных армий, где, откуда все это и, собственно говоря, началось. Опять это связано с Францией, вы понимаете, что после похода 2012 года, когда прошли, и как в итоге по Парижу наши казаки, появилось слово «бистро». «Бистро», да. «Бистро», «бистро». Они просили «бистро» налить и вывести, и скакать дальше, да. И вот они пришли под влияние вот этой французской революции вот-вот появилась, вот-вот они лишились императора, вот-вот появился Наполеон. Это глоток воздуха появился. Ну, это все относительно, я сейчас читаю в «Герр» и «По». А, да, отлично. У меня такой же есть, вот прям такой же зеленый 12 томник страшная записка наполеона мюрату и нам пансам белье трубы до термпу вы экспримины мон мэконтентно вы не команде какому амангарт и вы навык поле дуа дуфер дар мисс дар мисс тик дар мисс тик дар саму ордер это наполеон пишет мюрату так что так что это тоже очень интересный будет фильм это большая продукция невероятно я не знаю будет ли она показана французом уверен что будет в каком году выходит она хоть двадцатом году до сейчас идут съемки отстроили весь этот киев белгородской области рядом с только что вышла премьера 5 связано с францией пьеса дидье гарон называется у нас фальшивая нота наверно как по французски фоснот фоснот это совершенно премьера 2017 года свежайшая пьеса которую театр наш поставил и я ее вот-вот премьера произошла 15 сентября а вы знаете что примерно так считается весь сезон значит весь год мы его действительно сейчас играем с моим партнером с огромным успехом москве ну и дальше у меня очень много планов и я всегда какие-то планах а как какие какие будут ближайшие реализована не знаю заканчивая картина под названием элифан где снимался фридерик бекбедер извините да шер алексей жилю и жембоку летом до со скрипт сэллэжем и динкулик дроли и декалей не пе а а у пе русс валентин сенсом персонаж фе пансе а обломов и а у пе французски а вот тут сетт и урон и констант ка се дега жи дэ шак раконт сэ шарман как как в фильме Мишель Дювиле, один из моих любимых сценаристов, несмотря на то, что я удовлетворяю, я буду благодарен. Ванцент мне очень нравится, когда он говорит в его форме «Лангулей». 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 Я вас обраду, Фредерик. Так что у меня с Францией очень-очень большие отношения. Спасибо большое. А вообще манера работы французских съемочных групп и в России отличается? Нет, ничем не отличается. Все сплетни начинаются в гримерной. Как обычно. Все зависит от бюджета, все зависит от требований режиссера. Но я в данном случае счастливый человек, потому что, когда случился концерт, у меня, безусловно, появился французский агент. Я в арт-меде, Франсуаз Салимов. И мне посыпалось огромное количество предложений, совершенно разных продукций. И я сказал, вы знаете, я очень легко могу играть во всех французских сериалах, потому что «кески спас, кески все пасе» это самые главные две фразы, которые, значит, случаются там. И это все то же самое, как и в России. Вы поищите, пожалуйста, мне отдельные предложения. Если они будут приходить, то я с удовольствием буду принимать участие. А так, смысл выйти в определенный тираж, ну, нет никакого. Его никакого нет. Поэтому я откликаюсь на такие вещи, как у меня есть итальянская продукция. Это я где сыграл Вайтилу. Папа Иоанна Павла II, Карла Вайтилу в миру. Очень, в общем, Франция страна католическая. Ну, менее, конечно, чем Италия или Бразилия. И все менее и менее. И все менее и менее. Но дело не в этом. Это основная религия Франции. И этот фильм тоже был здесь показан. И местный Кюре весь выводок монахинь привел. Это было забавно. Но удивительный местный Кюре. Я действительно просто огромной души человек. И я люблю с ним общаться. Сегодня вечером мы опять с ним поговорим. Вот интересно, что он мне скажет по поводу этого смешного Христа. Да. Которого... Не боитесь? Я не боюсь. По одной простой причине, что мы прямо в кадре... Это же... Он экскурсовод. Он некий аниматор, который рассказывает о периоде христианства. Мы ни в коем случае не затрагиваем... Это как раз Делькале то, что писал в книге. Да, да, да. Мы ни в коем случае не затрагиваем, так сказать, чувство верующих, что такая фронтовка есть. Поэтому так. Это больше образ некий. Ну вот, собственно, все. Спасибо. Алексей. Буквально последний вопрос по поводу программы фестиваля. Как вы думаете, отражает она вот современный российский кинематограф? Сама конкурсная программа, она все равно отражает некую часть кинематографа российского, потому что он гораздо шире. Но весь фестиваль в целом... Вы можете посмотреть и «Черновик», который является, в общем, в большом бюджете снятой картиной, и которая выходит для массового зрителя. И «Арт-мейдстрим», какая-то «Вечная жизнь» Александра Христафорова, что я привез. Поэтому мы не участвуем в основном конкурсе. А основной конкурс – это больше то, что все-таки делается чуть необычно, чуть артово, ближе к арту. Так, чтобы сказать, что «Да, это все, что у нас произошло и вышло», я не могу, потому что все равно возможности фестиваля несколько другие, чем «Бьеннале», «Рима» или что-то иное. Просто даже залов такого количества нет. Но в целом себе представить то, что происходит в российской кинематографе, возможно, нужно, если ты хочешь задаться такой целью. Да, довольно разнообразная все-таки программа. Да. Спасибо вам большое. Кофе ваш остыл абсолютно, Алексей. Вечная жизнь Алексея Гуськова.